Добрый вечер, коллеги! Как меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Как меня слышно? Поставьте плюсики. Слышите меня? Отлично! Ну что, здравствуйте! Ой, как приятно видеть фотографии людей, кто вставил свои фотографии. Теперь мы видим друг друга в лицо. Красота! А то обычно на вебинарах все без фото. Теперь у вас будет вот такой эксклюзив. Итак, коллеги, конечно, у нас не все присоединились, но у каждого свои ситуации. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале 10- это очень громко, 8- это нормально. Очень громко, Лен? У всех очень громко? А, то есть нормально. Все, благодарю, потому что я стараюсь, конечно, сделать, чтобы это было понятно и в то же время спокойно. Хорошо, смотрите, прежде чем я приступлю... Хорошо, понятно, Лен, благодарю. Прежде чем я приступлю к своей теме, я все-таки решила показать вам через показ экрана, как это делается в вебинарной комнате. Во-первых, это будет для вас как пример. Во-вторых, это получается... Я покажу, как заходить. И все-таки расскажу, как. Вот, смотрите. Нажимаем мы на рабочий стол и запускаем публикацию экрана. Это вам показывала Светлана Устрата. Вот, видите вы экран. Все ли видят, поставьте плюсики. Поставьте плюсы, видно ли показ экрана, видите ли вы его. Отлично. Итак, смотрите. Сейчас мы с вами будем просто проходить по ссылкам, как оно есть на самом деле. Вот, смотрите, у нас у каждого есть список, и каждому я присвоила определенную ссылку. Я прохожу по ссылке, Лена Кулешова, я зайду в твою вебинарку. Просто сделаю один момент. У каждого из вас появляется вот такая ссылочка, прямая. И даже если у вас сбрасывалась вам на почту другая ссылка, в любом случае вы можете зайти в вебинарную комнату с двух сторон. Без разницы. Хоть там, хоть здесь. Здесь у меня стоит Татьяна. Поэтому я буду заходить, как Татьяна. У вас может здесь стоять войти просто. И вам нужно будет внести свои данные. Я бы сейчас выписалась, но тогда я не смогу преподавать у вас. Но я покажу вам. Смотрите, нажимаете на имя, потом нажимаете Мои вебинары и заходите на свои вебинары. Когда вы внесете электронную почту, когда вы внесете пароль, придумаете, об этом я писала в чате, вы заходите вот в такой раздел, вот такой личный кабинет у вас находится. Есть у вас будущие вебинары, есть прошедшие. Если у вас вот здесь вот пусто, возьмите, нажмите на прошедшие. И вы найдете тот вебинар со своим именем, которое есть. Вот у нас здесь мы видим вас всех вот так вот. Вот смотрите. Мы видим, кто сделал картинку, а кто не сделал. Вот, например, Ангелина вставила картинку. Есть еще люди, кто у нас сделал картинку. Оно сейчас будет подгружаться. У меня их очень много. И, предположим, мы заходим в одну из вебинарных комнат. Вот, видите, кто загрузил картинку, мы сразу видим. Я рекомендую, чтобы вы каждый сделали, иначе вы вот внешне, получается, все одинаковые. Те, кто загрузил, огромное вам спасибо. После этого, что вы делаете? Я вот зайду, вот это я так делала. Поэтому вот так вот вы светитесь. Потом вы нажимаете вот на такой карандашик и нажимаете «Редактировать». Вы заходите в «Редактирование» и заходите во внутрь кабинета. На что вам необходимо обратить большее внимание? Название вебинара должно стоять в ваша фамилия, имя. Если у вас здесь написано «Новый вебинар», значит, зашли вы не туда. Тогда вы просто-напросто берете и еще раз заходите вот сюда вот. Выходите, то есть отсюда. Потому что у вас вебинар не тот. У вас должно быть вот здесь имя, обязательное. Дальше. У вас должно быть что обязательное? У вас у всех стоит, вот, категория «Менеджмент» и «Маркетинг». Если у вас стоит другое, значит, вы зашли не туда по созданию своего вебинара. Следующий момент. Ссылка ваша, ваша именная. Вот, видите, ваша фамилия и имя совместное именно, ну, как вот, английскими буквами. Как еще определить, туда вы зашли или нет? У вас стоят модераторы, вот здесь вот. Стоите вы и стоят модераторы, которые вас проверяют. Значит, вы зашли туда. Если у вас вот здесь вот только вы и больше никого нет, значит, возвращайтесь обратно. Если имени нет, возвращайтесь обратно. Как можно загрузить вообще картинку? Берете, нажимаете. Вот, видите, написано «Загрузить обложку». Нажимаете «Загрузить» и у вас высвечиваются разные картинки, которые у вас есть, или вы загружаете с рабочего стола. И берете с рабочего стола какую-то картинку. Ну, вот, Сычевой повезет, я вот сейчас ей вставлю какую-нибудь картинку, например, вот такую. Я просто это сделаю, чтобы вы понимали. Видите, что показывает? «Загрузить изображение не менее 800 или 600». То есть картинка слишком маленькая. Берем, смотрим другую. Может быть, другая картинка более масштабная. Берем, загружаем вот такую картинку. Они могут быть внешне абсолютно одинаковые. Видите, картинка встала. У нее ширина 800, высота 455. Вот здесь вот есть такие стрелочки. Вы можете их растянуть, растянуть по всему формату. И точно так же вы можете просто взять и подвинуть. Вы нажимаете просто на саму картинку и двигаете так, как вам хочется. Берете, вот, например, и вот так раздвигаете. Сбоку у вас видно, как оно будет видно на экране. И нажимаете «Сохранить». И ваша картинка поменялась. Точно так же вы делаете свою фотографию. Елен, если захотите, потом поменяете. Точно так же нажимаете, загружаете фотографию. Вот здесь вот, видите, загрузить аватар. Вот здесь загружаете. Потом спускаетесь, просто делаете «Сохранить». И у вас получается, сейчас смотрите, и у вас получается, вот у Елены Сычевой теперь вебинарная комната находится вот в таком формате. Еще вы можете менять, редактировать вот здесь вот. И менять цветовую гамму так, как вы хотите. Цветовая гамма может быть абсолютно разная. Вот мы сейчас зашли в личный кабинет обратно. Можно из него выйти. Но вы можете поменять и внешне, и внутренне. Все, как захотите. Это несложно. Не бойтесь тыкать. Если вы вдруг по ошибке удалите кого-то или что-то удалите, не страшно. Напишите мне, у меня все ваши ссылки сохранились. Вот, видите, написано «Стили». Нажимаете «Стили». Пробуйте. Основной цвет красный. Вы можете поменять цвет абсолютно. Вы можете поменять фон. Взяли, сделали фон, который хотите. И у вас будет красивый фон. Видите? Цвет основной вы можете точно так же выбрать. Здесь есть разные цвета. Цвет фона вы можете поменять. Вы можете поменять основной цвет. Вы можете сделать не красный, например, а взять и сделать вот черный или зеленый, какой вы хотите. Как вам заблагорассудится? Не бойтесь. Не бойтесь, потому что до тех пор, пока вы не нажмете сохранить, у вас ничего не поменяется. Если вы просто возьмете и закроете здесь, то после этого у вас все равно будет. Вот Сычева Елена мы сейчас обновляем, заходим к ней в вебинарную комнату. И если я не сохранила, то цветовая гамма не изменилась абсолютно. Пробуйте, видоизменяйте, тестируйте комнату внутри, снаружи. А по заходу, в принципе, самое важное, вот здесь, когда вы нажимаете, у вас должно, вот у меня имя стоит, не могу пока выйти. У вас высвечивается авторизоваться. Не зарегистрироваться, а авторизоваться. Если боитесь куда-то попасть не туда, попросите, я вам сброшу вашу ссылку, и вам будет проще. Я перехожу к вам обратно. Все ли вам понятно? Да, стили можно делать, какие хотите. Сейчас еще раз, вот если, я вам покажу, вот как выглядит, вот, например, смотрите, есть вот такой у меня вебинар, который выглядит так. Сейчас покажу следующий вебинар, который у меня выглядит совершенно по-другому. Можно вообще делать такой фон, какой вы хотите. То есть это будет ваш эксклюзив, ваша индивидуальность. Конечно же, потом, вот, например, вот этот вебинар, он совершенно другого формата. Вы все заходите, когда вы видите его вот в таком формате. Вы видите стилистику, цветовую гамму. Это все делалось вручную, это я меняла. Можно менять, как хотите, как заблагорассудиться. Будет абсолютно по-разному. Создавайте свое. Итак, я перехожу обратно в показ. Отлично. Запись будет, ничего не видно. Жалко, конечно. Да, запись будет. Надеюсь, что там будет все хорошо вам видно. Сейчас показ экрана отключу, для того, чтобы мне это не мешало. Пока отключаю, перехожу к презентации, потому что дальше мы будем с вами, конечно же, опять через показ экрана делать. Я вам буду показывать, как я делаю презентации. Итак, я вам покажу несколько вариантов, как бывают презентации. Вот смотрите, я загрузила специально две презентации, и вот они будут абсолютно одинаковые, но у них будут определенный момент, будет сильно, очень видно по смещению. Сейчас покажу. Вот смотрите, вот есть презентация с написанием. Так, не то, сейчас покажу еще одну. Сейчас, 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 ждите, коллеги. Следующий слайд, хочу вам показать сравнение. Вот, вот здесь вот хорошо очень видно. Смотрите, видите, буквы съехали. То есть, буквы поехали на картинке, потому что презентацию не сфотографировали. А потом вас научу, как это делать. Сейчас я вам покажу, как это выглядит уже в готовой презентации, в которой ничего не съедет, никогда. Оно будет выглядеть именно так. Видите, как отличается? Когда сделана правильно слайдовая презентация, и вот, как она сделана, если ее это, с это, со смещением. Видите, как здесь текст выглядит, и как выглядит здесь текст. Иногда, когда я не успеваю, видите разницу? Вот и вот. Видите, как разница, какая большая? Поэтому это вот очень важно. Я вам буду показывать, как это сделать. Это очень легко. Конечно, нужно делать презентацию заранее. Да, да, многие сталкиваются. Особенно, если вставляете большое количество картинок, то они ныжают один на другую, и вообще вид ужасный происходит. А когда вы делаете, чтобы все четко было, то тогда получается, конечно же, все здорово. Итак, давайте начнем с самого начала. Сейчас я вам покажу несколько слайдов и описание вообще информации про презентацию. Про нее, что очень важно знать. А потом мы уже с вами перейдем к следующему этапу. Вот эту презентацию специально, вот, то есть, основу для нашего проведения именно этого курса создала я. Она создается очень легко. Я вам покажу, как это сделать потом. Поэтому вот эти вот все, сейчас я включу этот, включу свой пальчик, и вы видите, наверное, стрелочку. Вот это вот не смещается, если правильно его зафиксировать. Это не смещается, если правильно тоже зафиксировать. Но я покажу далее. Давайте будем смотреть. Ну, во-первых, у нас продолжается наш курс «Секреты проведения вебинаров. Стань спикером». Самую основу мы вам дадим. Темы вы уже знаете. Следующую тему опять даю я. Здесь не расписание, здесь просто темы. Следующая тема будет моя. Это на следующий четверг. Как работать с аудиторией и как держать ее внимание. Это мы там будем дальше разговаривать. Там очень много нужно будет записывать. Итак, давайте поговорим о правилах. Я прекрасно понимаю, что мы все очень часто расстраиваемся, пугаемся, что-то не доделываем, что-то не успеваем. Но вот я заметила такой факт, и не только я, все модераторы увидели, спикеры, такой факт. Очень многие из вас делали домашние задания в последнюю минуту. И, естественно, вы столкнулись с теми проблемами, которые, в принципе, во-первых, у вас стрессовое состояние, во-вторых, вы завалили нас этими вопросами. Если бы эти вопросы поступали в течение недели, то и вам бы было бы легче, вы могли бы протестировать легче. И нам бы было бы легче. Мы бы потихонечку, аккуратно бы вам отвечали. И, может быть, потихонечку каждого бы вводили. Но наступила такая ситуация, что некоторые вообще вопросов не задали. Как будто вопросов не было. И буквально до сдачи задания в последний день вы видели, какой был аврал в чате. Коллеги, я хочу вам напомнить. Мы очень с удовольствием хотим вас научить стать спикерами. Но вы не забывайте, что у нас есть свои структуры, у нас есть свои задачи, есть свои команды. И, естественно, получается такое, что я просто буквально, мы, да не только я, все спикеры, мы просто в течение двух дней были, знаете, как на порховой бочке. Я вас очень прошу, уважайте себя, уважайте нас, уважайте свое время. Потому что, когда вы делаете постепенно, вы постепенно вникаете в это. Когда вы делаете авралом, то вы в аврал вводите и вообще всю остальную деятельность. Поэтому давайте договоримся, что вы домашнее задание будете делать постепенно, задавать вопросы. Мы с удовольствием будем отвечать вам в чате. Это вот, вот мы с удовольствием это будем делать, но не в последнюю минуту. Хорошо? Итак, правила нашего курса. Курс только для наших структур. Это вся ветка Заварухиных Светланы и Олега. Это все директора, кто находится в структуре Заварухиных. Это для них. Чужим мы никому не... Если вы хотите похвастаться, пожалуйста, хвастайтесь. Говорите, что вы проходите такой курс, что ваша команда лучше всех. И вы можете, конечно же, знаете как, говорить, мы проходим вот такой курс, вы можете делиться своим познанием, своим ощущением, что вот сейчас я прохожу, я намного лучше стала понимать, почему мне это нужно. Приходите в мою команду, вы сможете точно так же. То есть приглашайте на регистрацию, это может быть такой момент. Но это не значит, что вы приглашаете чужих, потому что мне стали писать чужие структуры и говорить, вау, вы проводите бесплатное обучение, а можно мы придем. Да, Дарья, спасибо огромное. Выполнять ДЗ до 12 по Москве в среду. Проверка с 12 до 6, потому что мы все были вот-вот как на этой пороховой бочке, мы просто воврали были. Не забывайте, что у нас есть семьи, у нас есть структуры, у нас есть дополнительные курсы. Уважайте нас, потому что мы уважаем вас. Итак, не рассылайте ссылки на курс в соцсетях и другим структурам. Сейчас особенно в первом чате осталась категория людей, которые не сделали даже первого шага. Мало того, что они не сделали домашнее задание, они даже первого шага не сделали. Они не оплатили эту ссылку, они не заполнили форму. Поэтому делиться с теми господами, лидерами, консультантами видео запрещено. Делиться ссылками запрещено. Не потому что нам жалко, а потому что это не по правилам. Вы старались, многие не спали ночами. И уважайте, уважайте себя и уважайте наш труд. Хорошо? Договорились? То есть вы не делитесь и никого не вводите в курс. Мы вводим тех людей, которые действительно выполнили. По итогу этого обучения в среду, в следующую, когда я написала в 12 по московскому времени, смотрите по вашему сколько времени, мы будем проверять домашнее задание. Дальше я скажу какое. Во-первых, мы будем проверять домашнее задание. По первому уроку Светланы Устратовой, кто не доделал, пожалуйста, доделайте. Мы сейчас, знаете как, мы сейчас не ценим качество проделанной работы. Хотя, очень приятно, когда мы видим, как вы стараетесь. Конечно, для вас важно качество. Но для нас важно, что мы видим, что вы делаете, что вы пробуете, что вы встаете на этот путь. Я понимаю, что многие из вас уже специалисты, уже не один вебинар проводили. Но мы точно так же понимаем, что есть люди, которые только-только начали это делать. Поэтому мы приняли решение такое, что мы не оцениваем, мы ценим качество, но не оцениваем его. Мы оцениваем, что вы делали. Поэтому вам нужно будет доделать домашнее задание по уроку Светланы Устратовой. Там все четко написано протестировать, записать маленький вебинарчик, там небольшой. И домашнее задание по этому уроку. И вот коллеги, на самом деле, поблажек больше не будет. Только в вебинарных комнатах, которые ссылки мы вам сделали. Только на том ресурсе, куда нужно будет сдать домашнее задание. Только там мы будем проверять их. Если будут дополнительные, что вы где-то делаете вебинары, где-то вы проводите на другом ресурсе, вы молодцы. Мы там засчитывать это не будем. Не потому, что вы не специалисты, а потому, что мы не можем это проконтролировать. Давайте договоримся, что у всех равные права. Ко всем мы относимся одинаково. И к драгоценным директорам, которые находятся здесь, и к директорам, и к простым консультантам. У всех равные права. Поэтому и у начинающих, и у гуру. Договорились? Если договорились, поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, кто согласен со мной. Потому что я думаю, что вы должны понимать, почему мы вводим такие правила. В группу добавляют людей только после заполнения формы. После домашнего задания мы будем удалять людей, кто не выполнил домашнее задание. Не обижайтесь. Ну, вы не справились. Вы все взрослые люди. Вы пришли все делать это для себя, а не для нас. То есть не для того, чтобы посидеть и посмотреть, а для того, чтобы научиться. Поэтому старайтесь делать. Это точно будет для вас помощью и примером. Если у вас что-то не получается, обратитесь к своим директорам, которые проводят вебинары. Они обязательно вам дадут руку помощи и обязательно проведут вас за руку. Они обязательно заинтересованы в том, чтобы у вас это получилось. Прохождение следующих обучений будет разрешено только при выполнении домашнего задания. Это понятно. Каждый вебинар будет в записи для личного использования и для более углубленного изучения. Уже завтра я сброшу, во-первых, сегодня сброшу обучение Светланы Устратовой в этот чат, и вы сможете вновь его посмотреть. И точно так же уже завтра я сброшу записанный вебинар, вот этот вот, завтра в чат вам сброшу, вы сможете его посмотреть. Дальше. Выкладывать записи вебинаров на свой YouTube-канал строго запрещено. Если мы его видим, будет сразу же исключение с курса. Думаю, что вы понимаете, что есть права, права авторские, уважайте. Я очень уважаю авторские права. Если я вижу очень какое-то интересное видео на YouTube-канале, то я просто его добавляю в свой плейлист. Потому что вот как с БМ, я создала плейлист и туда добавляю это видео. Я его не скачиваю и не закачиваю, потому что это нарушение правил авторских прав. И YouTube-канал может вас где-то заблочить, поэтому не рискуйте. Будьте внимательны и активны, мы работаем для вас. Помните, все можно исправить и достичь многого. Не опускайте руки, если у вас не получается. Потому что многие сказали, я не хочу, я говорю, глупости. Итак, коллеги, мы переходим к нашей теме, как создать и оформить презентацию. Я писала, чтобы вы подготовили обязательно тетрадку и ручку. Потому что кто-то здесь умеет делать презентацию, кто-то не умеет. И различные вообще формы, очень много буду показывать сейчас через показ экрана. И не будет слайдовой презентации. Поэтому вам лучше делать для себя пометки. Я буду говорить, нажмите сюда, зайдите сюда, посмотрите вот так, как вот это выглядит. Почему решила в такой форме? Потому что вы сразу будете видеть, как видоизменяются презентации, какие есть варианты. Естественно, про всю презентацию, про создание PowerPoint, правильно учимся, правильно говорите. Вот смотрите, всю полностью, все функции я показать не смогу, просто у меня времени не хватит. Но самые основные для создания красивой презентации я вам покажу. Вы увидите это вживую. Итак, переходим далее. Из чего состоит схема презентации? Вообще, вот из чего она состоит? Когда вы только сядете и делаете презентацию, обязательно нужно учитывать несколько факторов. Первое. У каждой презентации должна быть цель и задача. Вы не просто так создаете. Вы для чего-то это делаете. Вы хотите, чтобы эта презентация что-то кого-то куда-то сподвигла, чтобы человек научился чему-то. Поэтому очень важно понимать, что вы хотите донести до слушателей. Если вы делаете презентацию, что они должны вообще вот услышать от вашей презентации, увидеть от вашей презентации. Важно понимать, что по итогу они получат от вашего выступления. То есть, знаете, это не просто показать, какую вы красивую презентацию создали. Это раз. Это не просто вот выполнить для галочки. Это, знаете как, чтобы человек зашел на ваше обучение и после вашего обучения сказал, Эврика, а я умею это теперь делать. Я теперь понимаю. То есть, каждая презентация должна быть очень полезной. И какую-то проблему или какую-то задачу должна решить. Второй фактор, по которой создается презентация. Какая целевая аудитория. Многие забывают при создании презентации, на какую аудиторию они делают. Вот сейчас у нас разная целевая аудитория. Есть люди, которые уже делают презентации. Есть люди, которые не умеют делать презентации. Есть директора. Есть простые консультанты. Есть просто привилегированные покупатели, которые решили вступить на этот путь спикерства. Поэтому, конечно, вот сейчас сложная у вас целевая аудитория. Но вы все пришли ко мне научиться делать презентацию. Поэтому я исхожу из этой позиции. И когда я буду ее преподавать, я буду учитывать, что есть абсолютные новички, а есть уже и абсолютные гуру. То есть, вот я это учитываю. Когда вы создаете презентацию, например, для покупателей, для тех, которые являются консультантами, которые потребляют просто продукцию, то у вас должно быть все направлено на них. Там можно какие-то встройки делать про бизнес, но уже это немножко вот очень аккуратно, чтобы никого не спугнуть. Если у вас направлено конкретно на лидерский корпус, то, соответственно, вы должны делать осознанную конкретную презентацию, не с разжевыванием каких-то замечательных фактов любви и счастья, как вы любите компанию, любите продукт. Хотя мы все это любим, там уже более конкретные цифры, задачи и многое другое. Поэтому целевая аудитория имеет главенствующую роль при создании вашей презентации. Одна и та же тема может звучать по-разному в зависимости от целевой аудитории. Предположим, тема наставничества. Наставничество для новичков, которые только начали приводить людей, это будет одна тема. Наставничество для лидеров, которые уже имеют маленькие структурки, 200-300 баллов, это другая тема. Наставничество для лидеров, которые уже 600 или 1000 баллов, это третья тема. Наставничество для директоров или отдельно для драгоценных директоров, это совершенно другая тема. Но она так и будет называться наставничество. Поэтому когда вы создаете, внутреннее наполнение и ваше внутреннее состояние должно быть разное по отношению к этим целевым аудиториям. Очень часто многие просто набрасывают информацию, не учитывая того, что будут разные, что какая аудитория перед ними будет присутствовать. Всегда делать акценты на цели создания презентации. В каждом моменте. Вот смотрите, даже вот я сейчас создавала, у меня везде стоит, видите, вебинар. Вот картинку, видите? Я поставила картинку вебинар. В предыдущем я тоже учитывала, что вот вроде бы как вебинар, оверпоинт. То есть какие-то картинки, какие-то факты, какие-то конкретные ситуации, они должны всегда следовать вашей презентации, быть где-то акцентами. Или картинкой, или какой-то надписью. Третье. Понимать про психотипы людей. Это очень важный фактор. Огромное спасибо Светлане Устратовой, что она всегда преподает, очень редко преподает фотографии. Я прошу извинения, что я преподаю с фотографией. Но есть на то веские причины. В любом случае, на вашем, вот там, где вы меня видите, должна быть или ваша фотография, которая отражает не просто вы, а ваши эмоции, какая вы изнутри. Или какой вы изнутри. Если у вас фотография там какая-то просто помпезная, и она не отражает ваше истинное лицо, то вас люди не считают. Они вас не воспримут. Но лучше, конечно, обязательно учитывать, что люди воспринимают именно эмоции, когда вы через видео машете руками. Я вот с вами разговариваю сейчас, вы не видите, а я руками машу. У меня уже привычка такая выработалась. Итак, помните, что есть визуалы. Те люди, которые, во-первых, читают, видят ваши картинки, видят вашу цветовую гамму, воспринимают на вид, что вы доносите. А точно так же есть аудиалы, что вы говорите, тоже они воспринимают больше на слух. Поэтому одно должно соединяться с другим. И, естественно, кинестеты. Вот кинестеты, это вот как раз такие всякие штучки, дрючки, какие-то вот фоны, какие-то необычные соединения. Об этом я вам покажу. Именно кинестет, он будет реагировать на что-то такое вкусненькое, где он может увидеть именно на вашей презентации. Прошу прощения, каждый день практически провожу какой-нибудь вебинар или курс, поэтому уже голоса не хватает. Итак, три фактора обязательно при создании. Четвертое. Обязательно должна быть простота для восприятия. Когда вы создаете тему, то необходимо ее разбивать на несколько этапов, на небольшое количество. Например, три этапа или четыре, не более. Не делайте, если даже у вас, предположим, семь шагов к успеху, то объедините их, эти семь, разбейте так, чтобы у вас получилось, например, не семь, а всего три слайда. Три слайда, и в каждом, например, в одном слайде будет два шага, которые совмещаются друг с другом. В другом слайде будут следующие два, в третьем будут следующие два. Чтобы у вас соединились, потому что чем больше вы делаете шагов и слайдов вот таких, слайдов может быть очень много. Но если вы этапы не разобьете, человеку для восприятия и для запоминания будет очень сложно. Разбивайте на этапы, тогда у человека быстрее будет запоминание того, о чем вы говорите. Помните, запоминается всегда начало и конец. То, о чем вы будете говорить в начале и то, о чем вы будете говорить в конце, именно это запомнится. Все, что вы будете говорить в середине, оно будет помнится, но где-то расплывчато. Поэтому самую важную информацию вам необходимо сказать в начале, как сегодня я вам показала, что вам нужно обязательно доделать домашнее задание Светланы Устратовой. И обязательно в конце, то, что мы для вас дадим именно домашнее задание и концовка по созданию вебинара. Все остальное это, знаете как, это дополнительная информация, которая будет помнится, но она где-то там будет помнится. Поэтому самое важное вы заносите на начало презентации и на концовку. И начало должно быть решение проблемы, то есть боль какая-то, например, человек, человек не знает, как это делать. Вот вы пришли на боль, не знаю, как делать презентацию, или знаю, но плохо делаю. Вы пришли на боль, вначале мы поговорили об этой боли, что многие не умеют. В конце я вам эту вашу боль решение проблемы, поэтому обязательно это имейте в виду. Важно, чтобы цифры, если вы делаете какие-то расчеты или цифры, подкреплялись картинками. Если очень серьезные цифры, то можно разбавить картинками смешными. Потому что смешные картинки, они лучше для восприятия. Предположим, там что-то такое серьезное, и вдруг стоит человечек, который хватается за голову, не могу. Тогда человек будет это воспринимать более в легкую. Он будет запоминать это намного лучше. Если тему, если вы пишете тему, то писать обязательно тезисно. Тезисно. Вот видите, у меня везде тезисно. Я просто понимаю, что вы, например, для себя запомните, что есть четыре самых важных фактора в создании презентации. Цели и задачи, какая целевая аудитория, помнить про психотипы людей, простота для восприятия. Все остальное это наполнение. Поэтому если у вас должна быть тема, обязательно разбита тезисно. Еще когда вы делаете, для чего вам нужны тезисы? Во-первых, это вам для подспорья. Особенно, когда в самом начале вы начинаете преподавать или проводить вебинары или семинары по слайдовой презентации. Вы начинаете заикаться, бояться. Все пропадает, вы все забываете. Даже если вы знали эту тему, вы просто это забываете. Когда у вас перед глазами тезисы, то вы их можете хотя бы зачитать. И потом, когда уже войдете в свое русло, когда успокоитесь, вам будет гораздо проще в проведении презентации. Третий момент. Пока вы что-то добавляете, о чем-то параллельно говорите, о чем-то рассказываете, потому что включились в этот процесс презентации, люди, которые не аудиалы, а визуалы, они уже увидят вот эти пункты, и у них уже в голове это отложится. Понятно? Если понятно, поставьте плюсики, чтобы я понимала, что мы говорим на одном понятийном поле. Понятный лент, поставьте плюсики, а я буду потихонечку двигаться дальше. Отлично, благодарю. По пунктам вы ставите самое главное, самое основное, потом можете разбить для себя. Можно... Не пишите много текста, потому что если вы пишете много текста, если вы не разбиваете тезисно, человек, читая... Знаете как? Это как у каждого свой почерк. Когда человек читает вот это, он начинает путаться, он уже вас перестает слушать. Когда стоит тезисно, ему гораздо проще вы концентрируете внимание. Любая информация должна нести в себе полезность. Обязательно. Вот каждый слайд, даже если это просто картинка, он должен быть полезным. Или он должен вызывать какие-то эмоции. И вот эти эмоции, они должны... Знаете как? Вот человек, когда приходит к вам на вебинар или на семинар, а вы свою слайдовую презентацию показываете, потому что многие на семинарах не показывают слайдовые презентации. А зря. Если есть возможность через проект показывать слайдовую презентацию, вы просто, во-первых, подниметесь в глазах людей, как профессионал выше. Второе, вам будет легче. В-третьих, вы всегда сможете... Человек всегда сможет пролистать эту презентацию и вспомнить вашу тему. Если у вас нет слайдовой презентации, то человек будет только помнить, как вы двигали руками, или, например, где вы споткнулись, или что-то для него вы донесли важную тему. Все остальное он забудет. Потому что наш мозг не усваивает большую информацию, как бы мы ни хотели. Поэтому обязательно должны решать боль и проблемы. То есть вначале какая-то проблема, далее как решение ее. Итак, из чего должно быть состоять наполнение? Вот сейчас я вам покажу несколько вариантов, как должна наполняться презентация. И как раз вот здесь вот мы потом перейдем к домашнему заданию. Итак, сейчас наполнение мы будем с вами видеть через показ экрана. Коллеги, есть ли у вас вопросы по тем пунктам, которые я вам показала? Есть ли у вас вопросы? Если у вас есть вопросы, напишите их. Если нет, то поставьте двоечку, чтобы я понимала, что у вас вопросов нет. Нет, отлично. Если в процессе создания вебинарной, ну как вот своей презентации у вас будут возникать вопросы, обязательно пишите, я ее направлю. Но в любом случае, смотрите, если что-то непонятно, даже можно набрать, окей, гугл, и там очень много материала, который вам будет в подспоре и в помощь. Я вам сейчас прям буду показывать, как делаю это я, для того, чтобы вам легче было ориентироваться. Итак, я иду на свой рабочий стол. Я иду на свой рабочий стол. Так, тут у меня целая куча всего открытого. Это я сворачиваю. Кстати, вот это, для того, чтобы вы могли рабочий стол делать, вам нужно будет закачать вот такую программку. Программка бесплатная, она закачивается именно в вебинарной комнате. Я ее сейчас, чтобы показывать рабочий стол, сворачиваю. Ну, во-первых, у меня на рабочем столе обязательно есть вот несколько папок, которые мне удобны. Вот, например, презентация. У меня в этой папке огромное множество разных презентаций, которые мы создали для своей команды. Разные фотографии, разные форматы. Поэтому у меня есть готовые шаблоны, с которыми мне гораздо проще работать. Например, вот сейчас покажу один из шаблонов, которые я создавала сама. И это несложно. И на нем уже потом выстраивается у меня определенная какая-то презентация. У каждого из вас должен быть обязательно загружен PowerPoint. У меня он 2010, но есть еще и 2008. То есть я в разном формате это делаю. Видно ли вам, коллеги, или нет? Сейчас зайду к вам на секунду. Ага, все. Чистенький рабочий стол. Спасибо, Олечка. Чищу, потому что иначе будет хана. Вот эту презентацию, шаблончик я создавала сама. И потом я просто-напросто беру здесь, удаляю, что-то вставляю. Все, что мне нужно. И вот здесь вот можно уже менять цветовую гамму, можно вставить любую картинку. Я сейчас просто покажу, потом я вам начну с самого начала. То есть у меня есть конкретный шаблон. У меня есть конкретно вот... Я вам просто сейчас набрасываю, потом буду говорить, как я это делаю. У меня есть картинки, которые я могу загрузить без проблем. Раз, и загрузила. Но я не буду об этом говорить. Шаблоны бывают разные. Я сейчас закрываю, не сохраняю, потому что мне это не нужно. Есть презентацию, которую мы попросили, попросили нашу команду, поддержку братьев-курячек, которые создали для нас специальную, специальную именно презентацию для нашей команды. Мы ее заказывали. Для нас мы это сделали за деньги. Если вы хотите, вы можете создать для себя подобные шаблоны, чтобы ваши презентации были всегда красивыми. Мы просто показали, как мы хотим, что у нас должно быть. Это у нас специально создавалась презентация для структурного собрания, для проведения различных вебинаров. И нам специально сделали определенные шаблоны, которые нас, в принципе, очень устроили. И для поздравления. Вот сейчас я покажу просто, как у нас это сделано. У нас вот есть конкретные вот такие шаблоны, на которые мы просто ставим конкретного человека. Мы вставляем определенные файлы, фотографии, серебро. Видите, у нас вот эти вот такое подспорье. И поздравляем людей с личными объемами и разные-разные-разные картинки. Это у нас уже готовые шаблоны для нашей конкретной структуры. То есть нам приготовили, и мы можем здесь видоизменять, как хотим. Мы, конечно же, с этой презентацией уже начали делать и добавлять что-то свое. И стали делать какие-то различные вот подобные вебинары. Вот сейчас я вам покажу. Например, мы создали еще дополнительные какие-то. Я пока вам показываю просто образцы, с которыми мы работаем. Вот, например, у нас есть вот такого формата. То есть получается, основа основ остается прежней, но зато получается, вот здесь вот мы уже видоизменяем. Мы можем стереть, например, вот это вот. И уже написать то, что мы хотим. Понятно? И разные шрифты, и разное это. Сохранять не буду, чтобы это сохранилось. Есть презентация от компании, которая мне очень нравится. Вы можете этот шаблончик, я вам его сброшу от компании, эту презентацию. Она очень комфортная, она очень красивая. Это вот на которой вы можете делать любое то, чего вы хотите. То есть вот она как выглядит. Единственное, что я сюда добавила свою фамилию. А здесь вы можете писать все, что хотите. Здесь есть готовый шаблончик Faberlic. И здесь вы уже можете написать все, чего хотите. Точно так же вы можете вставлять любые картинки здесь. Можете, ну, как хотите, так и можете выстраивать вообще ее. Писать и многое другое. Можете вот такие картинки вставлять. Вот такой шаблончик я вам дам. Это готовый шаблон, и вы с ним будете работать. Можете удалить. Это вот я состыковывала разные картинки. Это я убирала. А потом просто соединяла. Коллеги, сейчас вернусь обратно. Если вам все понятно, вот в этом плане, просто как по шаблону, поставьте плюсики. Все ли понятно? Вы не видите? Если через телефон, то, возможно, не видите. Возможно, через телефон не видите. Все ли не видят? Видите? Поставьте, кто не видит, поставьте двоечку. Потому что, может быть, через телефон показ экрана может не срабатывать. Или перезагрузите и зайдите с другого браузера. Отлично. Итак, теперь давайте мы с вами будем создавать презентацию. Я покажу, как ее формировать и как создать шаблон для себя любимого. Если у вас нет возможности купить и кому-то заказать, можно это сделать самостоятельно, шаблончик. Итак, во-первых, смотрите. У вас у каждого есть вот такая штучка. Она у вас по-разному выглядит. Нажимаете на нее и делаете вот такую проверку. Пишите, можете прям по-русски писать. PowerPoint. Вот, видите? Презентация. И вы тогда найдете, есть ли у вас презентации. Можно найти это здесь. Можно сделать по-другому. То есть вы на нее просто нажимаете, она у вас начинает открываться. Можно сделать по-другому. Сейчас она откроется. У меня еще дополнительно Camtasia включается. Но это другая работа. Так, видите, мне открыли ту презентацию, на которой я работаю. Смотрите, вы можете зайти сюда. У вас у всех есть все программы. Нажимаете все программы. И вот здесь вот вы будете видеть, какие программы у вас есть. Что у вас есть. Что у вас встроено. Здесь вы можете найти PowerPoint. У меня программ огромное множество, потому что я работаю в разных форматах и все остальное. Вот здесь вот вы найдете свою, вот, PlayMarket. Ну, в общем, ищите свое. Находите PowerPoint. Если у вас нет, тогда вам необходимо загрузить. Есть у меня еще одна программа, в которой я делаю изображение. Сейчас зайду просто-напросто. Сейчас открою презентацию. Сейчас открою презентацию для вас. Секундочку. Вот как раз в которой презентации я с вами работаю. Но я сделаю кое-что другое. Сейчас, секунду, ждите. Смотрите. Я сейчас поудаляю все файлы. И создам новые. Вот представим, что у вас ничего нет. Вы заходите в PowerPoint, и она вот такая пустая. Вы можете работать в меню. Такое может быть у вас меню. Потому что это, ну, одного года. Вы можете работать вот в таком меню. Посмотрите, какое у вас есть. Я буду вам показывать вот в этом. В том, в принципе, тоже можно работать. Но я буду вам показывать в этом. Мне в нем удобнее. Смотрите. Вот здесь есть такое создать слайды. Вы берете и добавляете. Когда вы нажимаете не на сами слайды, а создать слайды, у вас высвечивается вот такой шаблон. Вы можете любой шаблон добавить. То есть у вас будет заголовок и многое другое. Вы можете добавить вот такой шаблон, где вы можете выстраивать всевозможные вот текстовые разные ситуации. Здесь вы можете загружать различные диаграммы, различные рисунки. Можете вставлять рисунок, можете видео вставлять. Очень много форматов. Вы вот такое можете делать запросто. Но смотрите, какая ситуация. Вот у вас пустая презентация, абсолютно пустая. Как вам сделать ее, чтобы она не была пустой? У вас есть возможность зайти вот сюда. Файл. Делайте себе пометки. Нажимаете на файл. И заходите создать. Нажимаете создать. И когда вы нажимаете на создать, то у вас огромное множество есть шаблонов. Например, шаблоны анимация. Нажимаете на них. Сейчас у вас высветится огромное множество шаблонов, на которых вы можете выстроить свою презентацию. Предположим, вы смотрите и ищите ту, которая вам нравится. Например, вам нравится вот такая. Нажимаете на нее два раза. Она вам загружается в вашу папочку. Отдых на озере с видео. И уже на фоне этой презентации она выстраивается. И вы уже на ней можете делать, уже что-то добавлять. Точно так же берете и уже делаете шаблон. Вы можете добавлять. Вот смотрите, если вы добавите пустую картинку, она будет белая. Нам такая не нужна. На нее нажимаем. И вот здесь вот вырезать. Вы просто берете и делаете, нажимаете сюда и пишете дублировать выделенный слайд. И тогда у вас целая куча всяких выделенных слайдов создастся. И вы можете сюда загрузить вот что-то и вот загрузить какое-то видео вот на этом слайде и записать. И вот у вас будет двигаться озеро. Видите, оно двигается. То есть плывет. И ваше высказывание, то, о чем я сейчас говорю, сейчас ваше запишется, ваши рассказы. Как вам было хорошо, там где-то что-то. То есть можно создавать огромное множество разных и интересных вообще презентаций. Вы останавливаете. Все. Теперь вы запускаете, слушайте. А, нет, оно пишется далее. Сейчас оно запишется и потом воспроизвести можно. То есть у вас готовое, вы можете воспроизвести потом. А, у меня здесь звук у вас не слышен. Неважно. Важно другое, что вы можете загрузить музыку, вы можете сделать очень многое. Я вам это показываю. Это, конечно, такой более сложный слайд. Поэтому мы зайдем и просто-напросто откроем немножко другое. Опять создать. Мы берем и понимаем, что нам нужно по бизнесу, а не анимация. Поэтому вы ищите, например, какую-то презентацию по бизнесу, которая будет вам очень удобна для создания вашей именно презентации. Вот, например, вы хотите, чтобы у вас было вот в таких кубиках. Может быть, вы хотите, чтобы у вас было вот такое отражение. Может быть, вам нравится, когда у вас просто какой-то вот просто синий фон. Или вы любите, чтобы у вас было вот, например, вот такое, простое абсолютно. Вы берете обучение новых сотрудников, нажимаете, и у вас уже будет похоже в вашу папочку сбрасываться. И у вас сразу обновится, и выйдет уже совершенно другая презентация. Причем обратите внимание, это загрузилось, то осталось рядышком. Видите? Получается, здесь три презентации пустая, которую мы с вами смотрели. Вот такая и вот такая. Обучение новых сотрудников. И на ней вы можете уже сделать что-то. Мы ее удаляем. Я просто показала, где искать. Сейчас поставьте в чате, пожалуйста, пятерочки, чтобы вы понимали, как вы можете создать новую какую-то презентацию. Я делаю не сохранить. Поставьте в чате, понятно ли, где искать. Пятерки, понятно? Ой, там столько всего. Там уже такие изобретения делать. Я вообще, я когда по первости создавала, это было что-то нереальное. Хорошо. Покопайтесь, поищите, это вам для информации. Смотрим дальше. Я перешла обратно. Так, видно меня. Отлично. Смотрите, перехожу обратно и понимаю, нет, там не буду, хочу что-нибудь сделать другое. Итак, я нажимаю на слайд. И я хочу что-нибудь такое вот придумать, чтобы цветовая гамма была какая-нибудь интересненькая. Я беру и нажимаю на дизайн. Нажимаю на дизайн. У меня высвечиваются дизайны. Во-первых, тут будут дизайны, которые готовые. Вот здесь вот есть маленькие такие треугольнички. Есть дизайны основные, которые вообще у всех. А есть дизайны, которые вы загружали. И вы уже можете пробовать. Какой-то дизайн попробуйте. И вот у вас выстроился дизайн вашей презентации готовый. Вы смотрите, нравится вам вот или нет. Если вы пишете заголовок, то каким цветом у вас получится. Например, пишем капсом, например. Привет. Голубой цвет. Ну, прикольно смотрится. Вы хотите его, предположим, сделать, чтобы он был крупный. Берете, его просто нажимаете, выделяете. Обратно переходите в главное. Делаете, нажать на букву G, он становится крупный. И вы понимаете, что хотите другой цвет. Нажимаете на буковку A и выбираете ту цветовую гамму, которая подходит для этой презентации. Желтый. Ой, нет, не видно. Оранжевый. Плохо видно. Фиолетовый. Ой, не очень. Красный. Нет, не совсем. Тогда я, наверное, возьму и выберу. Вот видите, здесь еще есть другие цвета. Вы нажимаете другие цвета. И здесь вы можете выбрать любой цвет. Предположим, вам нравится ярко-фиолетовый. Вот вы берете фиолетовый. Но он получается у вас вот здесь, вы видите, темный. Поэтому вы берете стрелочку и просто поднимаете до того уровня, какой цвет вам нужно. Нет, вам цвет не нравится, мне не нравится. Я хочу вот сюда. Можно вот здесь вот водить. Можно вот здесь водить и смотреть, какой цвет получается. Вы нажимаете и водите, и смотрите, какой цвет. Мне вот, например, больше всего понравился цвет, который вот совпадает с розовым, вот фиолетовый. Вот, остановилась я, мне нравится. Вы, во-первых, можете запомнить вот эти цвета. Или вот эти буквы запомните. Тогда везде вставляйте эти буквы. Тогда у вас везде будет одинаковая цветовая гамма. Вы нажимаете ОК, и вот цвет у вас есть. Вы смотрите на голубом фоне и говорите, нет, там красиво, здесь мне не нравится. Наверное, все-таки лучше делать синий. Вот такой синий. Нет, вот такой синий. Вот яркий синий мне очень нравится. Красиво. Точно так же вы можете поменять здесь, вот нажать на стрелочку, поменять буквы. Можете сделать совсем их крошечными. Можете сделать более крупными. Такими, какими хотите. Вот такими сделаем. Но вам не нравится шрифт. Вот здесь вот вы нажимаете и смотрите, какой шрифт подходит вам. Видите, какой шрифт? Ага, не видите. Сейчас сделаю. Потому что не выделили. Выделяем, заходим, ищем шрифт. И направляем. Не срабатывает. Ага, не хочет. Ладно, смотрим, какой шрифт. Вот, видите, пошло. Видите, оно меняется. Меняется. Тот шрифт, который, если вы сюда подвинете, вы можете сделать шрифт, какой хотите. Хотите вот такой. Не меняется, только деловой меняется. То есть вы можете подобрать, но только более в деловом стиле. Например, вы выберете вот такой. И вам будет хорошо. Здесь вы можете писать под заголовок и сделать другую цветовую гамму. Здесь вы можете вставить ту картинку, которую хотите. Можно здесь нажимать. Можно вставить табличку. И вы ставите, делаете. Предположим, вы хотите, чтобы здесь была табличка. Пять столбцов. И, например, сделаем, считаем. Пять строчек. Вот у вас получилась табличка. Вот это все вам лишнее. Или вы оставите для описания. Вот это все вам лишнее. Вы можете удалить. Вот сюда направляете. Правой мышкой нажимаете. Или можно просто вот на это нажать и стереть на клавиатуре. И тогда у вас просто нажимаете вот на край. И на клавиатуре делаете удалить. И он удаляется у вас. А вот эту таблицу берете и расширяете. Чтобы у вас вот так стрелка была. Вы берете и расширяете. Вот этот вам мешается слайд. Возьмем, уберем его. Все можно добавить. Все можно удалить. Берете эту табличку. Ее расширяете. Предположим, вы хотите. Вот ее нажимаете, чтобы ее подвинуть. Нажимаете и можете. Вот здесь вот вы можете уменьшить. Видно ли вам или нет, не знаю. Сейчас увеличу слайд, чтобы вам было лучше видно. Когда вы делаете вот так. Вот так вот кругляшочек. Вот так вот вы можете подвинуть, увеличить. Вот так вот, если вы делаете. То вы можете сдвинуть что-то куда-то. Стрелочку. То есть по-разному. Видите, стрелка встает. Вы можете сделать меньше проемы. Вы можете уменьшить саму таблицу. Ну, например, предположим, вам эта таблица. Она как-то вас не воодушевляет. Берете на нее, нажимаете в два раза. Сейчас, подождите. Вот здесь вот нажимаете на нее два раза. И у вас высвечиваются вот такие таблички. Берете образцы и смотрите. Ага, мне нравится вот этот образец. Вставим. Хлоп, поменялся. Нет, что-то не то. Хочу поменять на другой. Вставила. Ой, вообще не видно. Берем образец другой, более темный. Вставили. Нет, некрасиво. Наверное, все-таки вот этот образец. И вы понимаете, что, например, этот фон вам не подходит сам фон. Вы идете обратно в дизайн и думаете, что же сделать такое, чтобы было более понятное и менее такое лаконичное. И делайте более светлый. То есть вот здесь вы можете выбрать то, чего вы хотите. Вы делаете ту презентацию, которая вам нравится. Вы хотите, вот можете вот такую сделать. И заголовок, и слайды будут другие. И табличка будет другая. Она будет уже, видите, в другом цвете. Но вы даже этот цвет можете поменять. Смотрите. Это вот написание. Это вы можете сделать вот какую-то тень. Если вы сделаете с тенью, то ваши буквы будут с тенью. Ну, плохо сейчас видно. Я просто вам это показываю для того, чтобы вы понимали, какие варианты и возможности вы можете накопать. Если это понятно, поставьте плюсики. Поставьте плюсики, понятно или нет. Коллеги, интересно? Нет то, что вы видите? Теперь давайте покажу, что можно сделать. Предположим, вы все. Спасибо. Предположим, ну, у меня есть такой слайд, но он мне не очень нравится. Сейчас я покажу, как я делаю. Если вам это все не нравится, вы можете вот здесь на стрелочку нажать, и все вернется на круги своя. И все вот эти вот все вернется на обратно. На тот слайд, который вам нравился. Вот смотрите, предположим, я сейчас уменьшаю. Предположим, смотрите, вы выбрали вот такой вариант схем. Ну, вот такой вариант. Но вы хотите, чтобы у вас был где-то какой-то логотип маленький для чего-то. Вы тогда берете, вот здесь нажимаете. Вот сюда, в правый угол нельзя ставить, потому что здесь будет по итогу ваша фотография. Фотография или ваше видео, когда вы будете делать вебинар. Поэтому вы учитывайте, что вот такой кусочек у вас займет обязательно. Поэтому вставляется всегда сюда, в правый левый угол и в нижний. Вы берете и делаете вот такое. А, подождите секунду, забыла сказать. Нажимаете вставить, вставка, нажимаете рисунок. У вас высвечивается. Нажимаю я на рабочий стол и ищу. У меня на рабочем столе есть картинки. Я беру картинки. Это у меня очень крупные они. Я могу их сделать мельче. Но я делаю специально крупные, потому что мне так удобнее понять, какую картинку я хочу загрузить. Предположим, у вас тема, например, решение каких-то вопросов или чего-то. Вот что бы вы такое хотели бы загрузить, какой-то логотипчик. Вот какой-нибудь. Вот предположим. Вот смотрим. Что же я бы такое загрузила? То есть я листаю, 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 листаю. И, например, вопросы и ответы. Предположим, логотип. Но я понимаю... Нет, мне это не нравится для логотипа. Предположим, логотип сделать вот такой. Вы его вставляете. Большая картинка. Вы его берете, уменьшаете. Вот до такого размера. До маленького. Берете сюда, переносите. Коллеги, конечно же, не такой логотип. Вы создаете тот логотип, который вы хотите. Вы можете на нем что-то написать, что-то сделать. Но вы можете сделать его такой логотипчик. То есть зарабатывание денег. Это будет ваш логотип, который вы сделаете себе на презентацию. А здесь вы хотите свое имя. Но написать, для того, чтобы написать, вы можете нажать правой кнопкой. Правой вы нажимаете. И написано, например, вставить... Например, макеты. Можно посмотреть, видите? Можно вставить слайд. Можно линейку какую-то. А можно вставить просто еще... Ой, не то сделала, простите. Можно сделать по-другому. Если вы, например, мучаетесь, не знаете, что делать, то у вас есть, например, презентация, где есть заголовок. Поэтому вы берете вот здесь, нажимаете на край, копируете, правой кнопкой копировать, заходите сюда, нажимаете правой кнопкой и нажимаете вставить. Вот сюда параметры вставки. Вставили. И у вас появилось... Так, не понял. Вставить. Вот у вас вставилось это. Вы можете здесь просто-напросто написать... Секундочку. А я... Не то вставила. Сейчас, секунду. Да что такое? Вырезать. Ладно. Вы здесь можете написать... Сейчас вставлю. Вот заголовочек. На нем напишите что-нибудь в этом заголовке. Сейчас, коллеги, уже, наверное, устали. Уберу табличку. Заголовок, например, Татьяна. Скопировали. Копировать. Заходите. Вставляете. Нажимаете правой кнопкой и вставляете. У вас встает Татьяна. Вы опускаете это в самый низ. Зажимаете и опускаете. Опускаете. Уменьшаете в размерах. Еще уменьшаете в размерах. Татьяну делайте мельче. Иначе она будет... Выделяете. Нажимаете главное. Делайте размер не 44, например. А совсем маленький. 18. Выделяете цвет другой. Чтобы его было видно. Предположим, вы сделаете вот малиновый. Делаете крупный. Уменьшаете. И ставите сюда. И, возможно, вот это вы можете оформить. То есть, где Татьяна, вы когда нажимаете, вот два раза нажали на это, на Татьяну. Смотрите, у вас высвечивается вот такое, видите? Экспресс стили. И вы можете сделать любой стиль вот этого написания. Предположим, ставите этот. Смотрите. Не нравится. Ставлю этот. Не очень. Вот этот. О, прикольно. А вот этот. А этот более такой фоновый. А вот этот. О, это прям ярко выраженный. Так, а какой бы я хотела? Вот этот. Нет, наверное, вот этот. Все. Нажимаете на него. И у вас ваш логотипчик вот здесь внизу. Для того, чтобы сохранить, вот предположим, такой шаблон. Сейчас вернусь назад. Видите меня или нет? Видно меня или нет? Поставьте плюсики, пожалуйста. Я вижу, что вы видите. Отлично. Бегу, прям бегу, бегу, бегу. Дальше. Что делать дальше? Обратно иду. Смотрите. Вы можете создать подобный шаблончик. Важно, чтобы здесь ничего не было написано. Чтобы это был фон. Предположим, это будет ваш фон. Вы выравниваете. Картинка. Видите, у вас картинка сделана как? Она как-то слишком оляписта. Здесь красиво, а здесь нет. Нажимаете на картинку два раза. И у вас высвечиваются вот такие вот штуки. Вы можете выбрать любую какую-нибудь форму, которая вам подойдет. Предположим, вы сделаете вот такую. Ой. Видите, как получилось? Вот сейчас увеличу, чтобы вы увидели. Видите, как получилось? То есть она не очень как-то. Что-то мне не очень нравится. А если так? Она будет вот такой. А если так? Она будет вот такой. А если так? Нет, не совсем. Ну-ка я поднимусь дальше. А если вот такой? Она будет отражаться. А если такой? Нет, она, видите, съезжает. То есть вы пробуете тот вариант, который вам нравится. Предположим, вот такой. Слишком ярко и грубо. Так, как же сделать так, чтобы она была какая-то такая, немножко эксклюзивная? Ну вот белый фон здесь ни к чему. Поэтому вы смотрите. Может быть здесь очень хорошо будет черный фон. Может быть вот такой. А может быть вот так вот, чтобы была просто тень. Но мне вот больше нравится вот так. Не знаю, как вам. Оставляем вот такой логотип. Когда мы пододвинули, видим слева отступлено плохо. Здесь это. Поэтому вот так оставили. Все. Картинку мы запечатлели. Теперь мы берем и уменьшаем слайд. И у нас получается вот такая фон. Как же сделать так, чтобы на этом фоне уже потом все расположилось? Чтобы он сохранился. Берете, нажимаете на этот слайд. Нажали на этот слайд, вот цифра 1. Нажимаете файл. Нажимаете сохранить. Можете в папку. Но лучше иногда я делаю рабочий стол. Создание презентации. Курс. Стань спикером. Готовое. И вот видите второй тип файла. Нажимаете тип файла. И у вас высвечиваются разные вообще шаблоны и форматы. Я обычно делаю. Вот этот формат. В формате джепк. Я не знаю, как оно. Сохранить нажимаю. Мне высвечивают. Все слайды или только текущий? Только текущий. И смотрите, какая ситуация. Он сохранился. И если здесь я сейчас возьму и просто-напросто вот здесь вставлю. Нажму. Сюда. Вставлю. Видите, они уже все сформированы. Могу вставить слайд. И он пустой. И для того, чтобы добавить, я нажимаю на вставить. На рисунок. Захожу на рабочий стол. Спускаюсь. И у меня готовый шаблон мой, который я создавала. И накладываю. И он сразу встает сюда. И вот эта вот уже картинка, она никуда не изменится, никуда не съедет. Ваше имя никуда не изменится, никуда не съедет. И уже здесь вы можете делать накладки всевозможные. Например, вот эту накладку, предположим. Ну вот, вы хотите, чтобы у вас был заголовок. Берете это, копируете и вкладываете на тот шаблон. Вставляете. Да что такое? Я, видимо, плохо скопировала. И вставляете. Вот. И здесь вот уже можете писать текстовое и все остальное. Точно так же вы можете сделать любые вот форматы. Вы можете, смотрите, например, взять это уменьшить до размера. Можете сузить, можете вытащить. И написание будет вот такое, какое вам нравится. Вы на нем напишите. Например, вот это будет у вас описание. А здесь вы просто-напросто вставите какую-нибудь картинку, которая будет отражать ярко выраженные ваши какое-то повествование. Вот предположим. Сейчас, секунду. Когда я готовилась к этому вебинару, я, например, скачала несколько картинок. Вы можете вставить, предположим, вот такую картинку. Она очень ярко подходит вот для этого. Только учитывайте, чтобы вот цветовая гамма не перебарщивала. Вот здесь перебарщивает. Поэтому мне не нравится, я удаляю ее. Я вставлю что-нибудь более такое. Почему презентации рекомендуется делать не яркие, а более такие приглушенные? То есть даже вот эту яркость можно сделать намного меньше. Вот вставили вы картинку, например. Вы уже потом форматы поменяете. Вставили картинку. Конечно же, это вот сейчас некрасиво то, что я делаю. Я просто вам показываю. Вы уже потом смотрите, должно ли быть так или не должно быть. Вы вставляете картинку, и вы можете поменять форму этой картинки в разных форматах. Нажали на нее, и точно так же вы взяли, вот здесь нажали, предположим, вот так. Раз, и оно у вас совершенно по-другому выглядит. И точно так же можете опять два раза нажали на нее, сделать вот такую. И она будет отражение. Смотрите, еще показываю такой момент. Вот у вас есть вот такая презентация. Вот здесь она, так, это готовая. Вот у вас есть такая презентация. Вот она фоновая. И вы понимаете, что она слишком яркая. Нажимаете на слайд два раза. На слайд два раза. Потом нажимаете главное. И у вас есть дизайн. И в этом дизайне вы можете даже эту цветовую гамму поменять. Вот смотрите. У вас есть вот стили фона. Вы нажимаете их, и вы можете сделать вот такой слайд. Так, что оно мне? Вот прямо она, видимо, готовая, что я не могу поменять. Ладно, сделаю на белом, чтобы вам показать. Эта презентация ни в какую не хочет почему-то это. Сейчас. Так, я эту закрою. Не сохранять. Секунду. И выйду в другую презентацию, чтобы уже показать. Для скачивания интересных и неизбываемых картин. Про картинки скажу, где доставать. Это несложно. Я понимаю, что вас долго держу. Сейчас постараюсь побыстрее закончить. Принцип. Мне важно вам показать принцип. Вот смотрите. Когда вы нажимаете, например, на слайд, и заходите в главное, и нажимаете вот это вот, создать слайд, ставите белый, то смотрите. Если даже вы на этот слайд наложите какой-то дизайн, вот предположим, вы наложите дизайн вот такой. Вы же можете выбрать, как шрифт будет расположен. Предположим, шрифт будет расположен вот так. Вот, вы выбрали его. Ну давай, почему ты не хочешь выбирать? Вот, 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 видите, вы выбрали. И вы понимаете, что этот, вот, вот, вот этот фон, он, он не совсем, я, ну как вот, он, может быть, вам не нравится. Может, вы хотите светлее сделать, вы можете сделать серым. Вы можете сделать синим. Вы можете сделать вот так. То есть вы можете подгадать и убрать что-то. Понятно? Можете оставить так же. Вы точно так же можете сделать, вот, например, вот вы выбрали серым, но вам не нравится, как оно расположено. Вы можете сделать более ярким. Вы можете сделать более приглушенным, синеватым. Вы можете сделать, смотрите, вы можете сделать более белым. то есть вы направляете и делаете такую, какую вы хотите, где подсвечивать будет, как оно будет выглядеть, вот видите, вот про что я, точно так же вы можете сделать вот здесь цветовую гамму, выбрать шрифта любого такого, какой вы хотите, вот здесь стоит стандартный, но вы можете выбрать тот, который, например, вам здесь нравится, видите, какие-то цвета, которые вас воодушевляют, видите, и оно будет, видите, вот я двигаю, двигаю, и она цветовая гамма меняется сразу с самого слайда, вот мне, например, вот нравится, я же прям, ой, воздушный поток, волна, смотрите, как меняется, раз, поменяли, то есть у вас происходит, вы оставляете вот такое движение, ну как вот, то есть у вас остается вот такие полосы, но они могут абсолютно быть абсолютно разными, такими, как, какой вы заблагорассудится, вы можете выбрать другой, например, стиль, вы выберите вот этот, предположим, стиль, точно так же вы можете выбрать другую цветовую гамму, точно так же, вот смотрите, нет, не получается, ну в общем, короче, и эффекты точно так же вы можете выбирать различные, вы можете сделать эффект, который будет очень ярко отражать, например, вот вашу суть, и здесь будет, ну в общем, короче, создавайте то, что вы хотите, и потом накладывайте, это вот создавать разные слайды, теперь смотрите, что здесь еще есть, в главном есть, вот если мы поставим вот сюда, вот смотрите, вот поставим здесь, я делаю на готовом шаблоне, потому что меня так устраивает, вы когда создаете, вы можете сделать то, что вы хотите, например, сейчас вот дизайн, раз, переходы, вы можете делать, чтобы слайды двигались, но имейте в виду, что это обязательно должна быть презентация, знаете как, через показ экрана, может быть анимация, и анимация очень интересна, когда вы создаете анимацию, тут различные, попробуйте, показ слайдов, рецензирование, тут очень много разных функций, которые вы можете использовать, и надстройки, я рекомендую делать просто презентацию обычную, вот здесь создается таблица, раз, вот здесь вставляются картинки различные, вот здесь можно делать снимок экрана, но я вам показала, как лучше сохранять, это ваши фотоальбомы могут быть различные, есть очень хорошие, знаете как, диаграммы, например, я очень люблю, и вы в диаграммах можете делать, предположим, вы хотите точечную, или нет, давайте поверхностную, вот, вот поверхностная диаграмма, вы берете вот такую, создаете диаграмму, нажимаете на нее, и она у вас вот здесь вот выходит, сейчас ждите, она выйдет, ой, долго грузится, коллеги, вы меня слышите? вот видите, у вас выстроилась диаграмма, и вот здесь вы уже сможете прописывать, во-первых, цифры, даты, например, тут вот видите, написано 05-01, вы берете и меняете, 14.09.17 года, здесь вы пишете, например, другое, видите, оно раз видоизменяется, вы здесь уже ставите какие-то другие цифры, 76, например, а здесь у вас ряд второй будет 11, следующая, дату ставите, ставите дату, например, а здесь цифры поменяются, вы можете выстраивать здесь все, что вы хотите, то есть диаграммы, ряд, цветовые гаммы, то есть все это видоизменяется, смотрите, экспресс-стиле, уже даже в диаграммах вы можете делать цвет такой, который вы хотите, когда вы начнете изобретать свою презентацию, вы увидите, насколько это интересно и насколько это здорово, вы можете создавать свои таблички, вы можете создавать экселевские таблички, но здесь нужно уметь работать с различными формулами, я это не буду вас загружать этим моментом, но вы можете сделать любое, чего хотите, я просто вам показываю это, варианты, вот если лицензирование, тоже разные бывают, разные виды могут быть, разные надстройки могут быть, конструктор может быть, вот он, видите, конструктор, макет может быть разный, может быть формат разный, вот формат мне очень нравится тоже, можно формат оформлять, например, формат вот такой, раз, и оно совершенно по-другому поменялось, вы можете сделать эффекты, рельефы, например, рельеф вот такой, и ваша диаграмма будет совершенно по-другому выглядеть, это вот вы на нее нажали, то есть очень много вариантов и записей, но не забывайте один момент, если это вебинар, то вот тени старайтесь не делать, потому что если вы делаете тени, то на вебинарной комнате будет, вот это очень плохо видно, видите, цветовая гамма, она красивая, но очень будет плохо видно, поэтому лучше делать вот такой цвет, видите, вот раз тени пошли, и сразу потерялось, поэтому пробуйте варианты различные, у вас есть вебинарная комната, на которой вы можете поработать, и сделать огромное множество, потом этот вебинар вы сохраняете, сейчас обратно увеличу, покажу еще кое-что, по закачке картинок, еще раз сделаю, вот смотрите, главное, создать, загружаю, и как загружается картинка, еще раз, берем, нажимаем вставить, нажимаем рисунок, и загружаем любую картинку, я обычно располагаю на рабочий стол, или на рабочем столе, там, где у меня картинки, есть картинки, которые прозрачные, сейчас я вам покажу, есть картинки, их можно закачать, вот видите, например, когда я готовлюсь к мероприятию, к обучению, например, по продукту, то я закачиваю некоторые картинки, фотографирую, с этого, как его, качаю с нашей, например, с личного кабинета, вот она, видите, такая маленькая, если ее расширить, она станет, конечно же, расплывчатой, поэтому лучше менять формат, но в любом случае, вы можете ее расширить, нажать на нее несколько раз, и вот уже можете оформить красивую картинку, которая у вас будет очень красиво смотреться, на вашей презентации, вот она уже, видите, она уже совершенно по-другому выглядит, и уже к ней сделать какое-то описание, картинки можно скачивать, где? Заходите, нажимаете, сейчас, нажимаете, YouTube, ну, как вот в браузер, в браузер заходите, в Яндексе набираете, например, набираете картинка, картинка, команда, команда, успех, успех, и нажимаете Enter, и у вас выходят разные там эти, и выходят картинки, нажимаете смотреть картинки, и выбираете ту, какую хотите, кстати, по размерам очень многие говорят, а как же тут, как же, как же, как же, я говорю, ну, знаете, как же, как же, можно просто посмотреть размер картинки, например, вот я когда иду, понимаю, что к вебинару это никакого отношения к моему не имеет, но мне очень, например, нравится вот эта картинка, я ее могу использовать где-то в другом месте, я нажимаю ее несколько раз на нее, и даже если ее не открыть, даже если вы ее не открываете, например, то вот здесь видите, сразу видно, картинка в формате HD, 1024750, она видите, ну, долго открывается, вот она открылась, ее лучше увеличить и посмотреть, видите, на ней нету никаких фонов, поэтому картинка подойдет, но мне хотелось бы, например, другой формат, поэтому я беру, как делу, нажимая правой кнопкой, у меня выходит вот такое, сохранить изображение, как, захожу на рабочий стол, и сохраняю, все, она у меня сохранилась, но я хочу другого формата, поэтому я, например, смотрю и вижу, что здесь надписи, которые мне не нужны, вот здесь вот есть такая фишка, другие размеры или похожие, нажимаете, другие размеры или похожие, и вас выводят на подобные картинки, которые вы нашли, и вот здесь есть показаны разные форматы, есть с надписями, есть без надписи, и вот видите, разные-разные, вот они, и вы можете любую найти, которая вам особенно понравится, например, подобный какой-то формат, и вы можете выбрать что-то такое, которое вам нравится, ну, здесь вот люди, оно немножко по-другому, но в любом случае вы можете всегда найти какую-то интересную картинку, можно вернуться обратно, например, убрать команду, команду, и, например, вы хотите с написанием, пишите, успех, с текстом, с текстом, нажимаете Enter, и у вас выходит то, что вам нужно, открываете, и когда вы создаете презентацию, то вы понимаете, что через какой-то шаг вы будете вставлять какое-то высказывание, которое конкретно хотите донести, например, для своих людей, и предположим, вот, чтобы достичь больших успехов, нужно не только действовать, но и мечтать, нажимаете на эту картинку, они все очень красивые тут, я сейчас вам кое-что покажу, нажимаете, и себе сохраняете, как я вас учила, сохранить, изображение как, видите, буква И, вот маленькая, это когда картинки 10 раз уже, ну, неименные, поэтому вы здесь, чтобы у вас они не стирали друг друга, нажимаете, или циферку какую-то, и она тогда сохранится, или это, чтобы у вас не стирались они, я сейчас вам покажу фишку одну, вот, например, вот, есть какое-то высказывание сейчас, где подписано, вот, например, чей-то логотип, если стоит, вы можете листать здесь, вот логотип стоит, успех, это лестница, на которую не взобраться, держа руку в карманах, сохранить, изображение как, видите, тут сайт, а вам картинка нравится, она опять в раз и вышла, и, берете и делаете буковку А, и она сохранится, сохраняется и та, и другая, потом вы идете на рабочий стол, на рабочем столе, находите эту картинку, нажимаете на нее два раза, у меня открывается вот в таком формате, у вас может открываться по-другому, у меня есть вот такое, ищите файлы, и там написано, открыть с помощью, мы откроем начались, Microsoft Office 2010, с помощью, потом мы нажмем, изменить рисунок, потом мы нажмем, обрезать, и я обрезаю, вот этот, не нужный мне логотип, который здесь находится, зачем он мне нужен, он мне не нужен, окей, он сохранилось, нажимаем, вот на кнопочку, и нас спрашивают, сохранить, сохраняем, сейчас покажу дальше, что нужно делать, вот у нас сохранилось, но я хочу вот это закрыть, потому что команда 21 века, это не мое, я беру, захожу, у меня Point, у кого-то другие программы, программ огромное множество, где, типа, видишь, фотошопа, вот у меня такая программка, я понимаю, что я хочу здесь заменить, чем-то другим, нажимая вставить, предположим, я беру, айо, назад вернусь, простите, не то делаю, нажимая вставить, вставить из, и вставляю сюда картинку, которая нравится мне, мне, например, нравится вот эта картинка, и я ее ставлю, но только я ее беру, и уменьшаю вот до таких размеров, сейчас, секунду, я уменьшаю ее до таких размеров, двигаю, чтобы закрыть тот логотип, и у меня вставлено, конечно, это вот сейчас, это на скорую руку, это некрасиво, но по сути, по своей, это можно делать разные варианты, то есть, есть разные форматы, в которых вы можете обрезать, вставить, написать, например, вот берете и пишете, ура, потом берете это, сохраняете, и у вас будет и ура, и будет картинка, она, видите, видоизменилась, то есть, вам нужна программа, которая обрезает, и программа та, которая вам делает, программа, которая, сейчас, секунду, вам нужны программы, которые будут помогать вам, видоизменять картинки, просто не использовали экзотические шрифты, и практически нормно профи закачивается, можно по-разному, да, но в принципе, вот смотрите, когда вы создали какую-то презентацию, и она у вас там, чтобы не съезжалась, вот этот фокус я вам покажу, сейчас, секунду еще покажу, вот смотрите, вот берем презентацию, и у меня есть две здесь презентации, одна, которая готовая, которая уже не двигается, сейчас я открою, покажу, чем она отличается, а нет, покажу по-другому, открою, которая двигается презентация, это я вам только маленькую толику показала, чего можно делать, вот смотрите, видите, вот здесь текст, его можно видоизменять, вот, его можно видоизменять, поэтому вот это может съехать, а может нет, а может съехать, вот чтобы не съезжала, я вам показывала я просто что делаю я нажимаю на сюда нажимаю вот сюда нажимаю сохранить нажимаю рабочий стол чтобы не путаться например делаю название и пишу предположим вот название что это готовая но это будет в другом месте готовая название нажимаю презентация нажимаем gpg нажимая сохранить так ведь они пишут уже существует хорошо не готовая просто сделаю так вот сделаю чуть-чуть цифру 3 делаю сохранить и нажимая все слайды все слайды видите сохраняются после того как они все сохранились ok я делаю так нажимаю на первый слайд выхожу в главное делаю создать делаю видите у меня получается здесь 9 слайдов значит мне должно быть 9 слайдов делаю 1 дальше делаю 2 то есть набираю эти слайды которые мне нужны пустые нажимая на первый слайд нажимая вставить нажимаю рисунок выхожу на рабочий стол на рабочий стол и у меня здесь смотрите что написано создание презентации курс стань спикером 3 захожу сюда вот эти все слайды готовы и они подписаны слайд 1 слайд 2 вы не ошибетесь слайд 1 мы заносим и он встает четко тот удаляем чтобы не путаться главное убрали вот первый слайд 2 вставить слайд 2 вставили третий вставить слайд 3 все она встает у вас и уже никуда не денется и у вас получается вот смотрите вот как выглядит этот слайд вот он его можно виды изменять и можно удалить и вот как выглядит этот слайд на него и хоть на нажимайте все он не удалится никак он вставлен потом вы просто нажимаете сохранить и сохраняйте эту презентацию а другие просто слайды вы удаляете и все вот эти вот слайды вы нажимаете на них и делаете удалить главное удалить вот различная вот здесь вот еще количество всяких возможностей но это вам уже на подумать и вот решить как вы это делать это я совмещала разные картинки то есть это у меня вот смотрите как я создавала эту презентацию вот эта картинка она стояла прямая но я на нее нажала и не понравилась вот это вот такая штучка раз она повернула захочу вот так может быть захочу вот так может быть как хочу здесь пишу тоже вы понимаете как вот здесь вот у меня просто формирование две картинки вот одна картинка она уже готовая стала ну я думаю что если есть только вопросы коллеги то есть презентацию я думаю что вам сейчас более понятней что где и покопаться теперь давайте я закрою показ экрана остановлю его и и нажму презентацию где у нас есть чтобы вам показать домашнее задание коллеги если будут вопросы очень да очень много вам дала и очень долго вас задержала простите пожалуйста смотрите что вам необходимо сделать домашним заданием создать свою презентацию на 5 или 10 слайдов вот не надо намного попробуйте варианты с картинкой с табличкой попробуйте вставить попробуйте сформировать ее по тем направлением чтобы она действительно смысловое имела протестируйте с фонами и оформлением протестируйте попробуйте поработайте с картинками и графическими элементами записать вебинар с презентации на своей площадке то есть у вас сейчас у каждого есть площадка кто не зашел у вас еще есть время зайти обратитесь к наставникам директорам они вам помогут закачайте вот эту презентацию запишите маленький вебинарчик хотите со своими консультантами хотите для себя чтобы просто вот что-то попробуйте создать что-то свое мы не будем оценивать ваше качество но ваши презентации я сброшу куда вы должны будете прикреплять эти файлы ваша задача создать презентацию и сбросить нам свои презентации и если мы будем видеть что вы уже эти презентации сделали мы еще раз повторяю не будем оценивать как вы это сделали на мы будем ценить ваш труд но мы не будем оценивать мы посмотрим что вы это делали вы попробовали ну и все думаю успехов вам дорогие есть такое правило если у вас есть твердое зачем то вы преодолеете любое как и у вас обязательно все получится гляну сейчас на вопросы выставлять или их надо не поняла отдельно не надо их выставлять или надо вы не будете грузить в общий чат если вы стесняетесь хотите можете с коллегами поделиться своими презентациями я думаю что вы будете на вебинар свой вы загружаете а мы а мы даре не увидим их презентации там и только увидим видео которое они запишут в любом случае вы на при на вебинары свои должны загрузить мы подумаем как лучше чтобы вы сбрасывали нам именно свои вебинар презентации пока поработайте с ним ну все наверно держала вас долго до вопросов додвинуться не могу спасибо вам огромное за ваше терпение и внимание удачных вам до сделать презентацию провести свой вебинар абсолютно верно евгения все не менее пяти слайдов благодарю вас за внимание удачи до среды необходимо сдать домашнее задание все до встречи до свидания